В Казахстане зарегистрировано 16 тысяч ВИЧ-инфицированных, однако на деле, говорят медики, их в два раза больше. Об этом сообщили сегодня на конференции, которая состоялась при участии профессора Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Владимира Стаханова. О том, какие меры предпринимаются по профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза, расскажет Мирамгуль Слакимбаева. В последние годы во всем мире наблюдаются две взаимосвязанных эпидемии ВИЧ-инфекции и туберкулеза. Несмотря на то, что в стране предпринимаются меры по предотвращению эпидемии этих инфекций, в нашей стране число людей с заболеванием ВИЧ и туберкулеза не уменьшается. Как отмечают участники Международной научно-практической конференции, ВИЧ считается ведущей причиной возрождения туберкулеза. 95% лиц, имеющих двойное заболевание, являются жителями развивающихся стран. А риск ежегодного развития туберкулеза у больных ВИЧ-инфекции равен от 10 до 50% в зависимости от степени иммунодефицита, рассказывает заведующий кафедрой эфтезиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Это вопросы выявления, своевременной диагностики. А для того, чтобы это происходило, нам нужно проводить очень серьезную работу среди населения. Поскольку исследование на такие инфекции, собственно говоря, не только на ВИЧ-инфекцию, а в полной мере в такой же степени и на туберкулез, активное выявление таких пациентов всегда являлось задачей здравоохранения во всех странах. Наши страны не исключение. Основной целью заседания является привлечение внимания общественности и обсуждение проблем туберкулеза и ВИЧ. Также улучшение качества оказания медицинской помощи. Нужно отметить, что в Казахстане число людей, живущих с ВИЧ, составляет 16 тысяч человек. Но это не самое страшное. Также растет и число ВИЧ-инфекцированных женщин, от которых рождаются больные дети. Это препараты антиретровирусные, то бишь это против вирусной инфекции. В практике лечения детей мы всегда основываемся на методах доказательной медицины. А это говорит о том, что мы всегда смотрим, есть побочные эффекты или нет. И детям всегда выбираются препараты с наименьшим побочным эффектом. Хотя в любом препарате есть, но они щадящие. Несмотря на проводимое масштабное строительство и реализацию программы лечения туберкулеза ДОЦ-Плюс, актуальными остаются вопросы эпидемиологического надзора за распространением, развитием и смертностью данной инфекции. Я считаю очень важным проведение такого мероприятия, такой конференции, поскольку коллеги, которые работают в этой области, разумеется, постоянно практически должны обсуждать эти вопросы, слышать то, как этими вопросами занимаются в других учреждениях, в других государствах, те страны, откуда приглашены участники конференции, обмениваться этим опытом. Также на мероприятии обсуждались вопросы по эпидемиологической ситуации, по ВИЧ-инфекции и туберкулезу. Туберкулез и ВИЧ у детей. И, как отметил Владимир Стаханов, такие полезные мероприятия нужно проводить как можно чаще. Миром Гульсал Кимбаева, Толегин Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.